Варшава. Как только наши войска вступили в Польшу, перед нами возникло много сложных вопросов. На освобожденной территории, а она простиралась уже до Вислы, находилось много польских вооруженных отрядов, сражавшихся с оккупантами. Здесь была гвардия Людова, армия Людова, армия Краева, батальоны Хлопские. Были и смешанные партизанские отряды, руководимые советскими офицерами, оказавшимися по разным причинам на вражеской территории. Эти группы состояли из людей различных политических направлений, но объединенных единой целью – борьбы с общим врагом. Теперь с приходом наших войск они получили возможность слиться в могучую силу. Польское население относилось к Красной Армии тепло и приветливо. Видно было, что народ искренне радуется нашему приходу и старается сделать все, чтобы ускорить изгнание фашистских оккупантов. По мере продвижения вперед, Первая Польская Армия быстро пополнялась добровольцами из местного населения. В нее вливались части из гвардии Людовой, армии Людовой и других сил сопротивления. И только АК, армия Краева, упорно держалась в стороне. От первой же встречи с представителями этой организации у нас остался неприятный осадок. Получив данные, что в лесах Севернее Люблино находится польское соединение, именующее себя 7-й дивизией АК, мы решили послать туда для связи нескольких штабных офицеров. Встреча состоялась. Офицеры АКовцы, носившие польскую форму, держались надменно. Отвергли предложение о взаимодействии в боях против немецко-фашистских войск. Заявили, что АК подчиняется только распоряжениям польского лондонского правительства и его уполномоченных. Они так определили отношение к нам. Против Красной Армии оружие применять не будем, но и никаких контактов иметь не хотим. Весьма пикантная позиция. В Люблине тем временем стал действовать центральный орган народной власти. Польский комитет национального освобождения. Он взял на себя решение всех подобных щекотливых вопросов. По приглашению польского правительства я побывал в Люблине. Познакомился с большинством членов нового правительства. Это были патриоты своей Родины и революционеры, и интернационалисты. Тяжелое время пришлось им взвалить тогда на свои плечи, но товарищи не унывали и настроены были оптимистически. Мы присутствовали на параде частей 1-й польской армии демонстрации трудящихся Люблина. С этого времени у нас с польским правительством установилась тесная связь. 2 августа наши разведывательные органы получили данные, что в Варшаве будто бы началось восстание против немецко-фашистских оккупантов. Это известие сильно нас тревожило. Штаб фронта немедленно занялся сбором сведений и уточнением масштаба восстания и его характера. Все произошло настолько неожиданно, что мы терялись в догадках и вначале думали. Не немцы ли распространяют эти слухи, а если так, то с какой целью? Ведь, откровенно говоря, самым неудачным временем для начала восстания было именно то, в какой оно началось. Как будто руководители восстания нарочно выбрали время, чтобы потерпеть поражение. Вот такие мысли невольно лезли в голову. В это время 48-я и 65-я армии ввели бои в 100 с лишним километрах восточнее и северо-восточнее Варшавы. Наше правое крыло было ослаблено уходом в резерв ставки двух армий, а предстояло, еще разгромив сильного противника, выйти к Нареву и овладеть плацдармами на его западном берегу. 70-я армия только что овладела Брестом и очищала район от остатков окруженных там немецких войск. 47-я армия ввела бои в районе Седлица, фронтом на север. 2-я танковая армия, ввязавшись в бой на подступах к Праге, предместе Варшавы на восточном берегу Вислы, отражала контратаки танковых соединений противника. 1-я польская армия, 8-я гвардейская и 69-я форсировали Вислу южнее Варшавы у Магнушева и Пулавы. Захватили и стали расширять плацдармены на ее западном берегу. В этом состояла основная задача войск левого крыла. Они могли и обязаны были ее выполнить. Вот таким было положение войск нашего фронта в момент, когда в столице Польши вспыхнуло восстание. В свое время в западной печати нашлись злопыхатели, пытавшиеся обвинить войска 1-го Белорусского фронта, конечно, и меня, как командующего, в том, что мы якобы сознательно не поддержали варшавских повстанцев, обрекли их этим на гибель. По своей глубине белорусская операция не имеет себе равных. На правом крыле 1-го Белорусского фронта советские войска продвинулись более чем на 600 километров. Это стоило много сил и крови. Чтобы захватить Варшаву с ее мощными укреплениями многочисленным вражеским гарнизоном, требовалось время на пополнение и подготовку войск подтягивания тылов. Но в те дни мы пошли бы на все, чтобы поддержать восставших, объединить с ними наши усилия. Но те, кто толкнул варшавян на восстание, не думали о соединении с приближавшимися войсками Советского Союза и польской армии. Они боялись этого. Они думали о другом. Захватить в столице власть до прихода в Варшаву советских войск. Так приказывали господа из Лондона. В своем могучем движении на запад, сметая все преграды на пути, войска нашего фронта перевыполнили свою задачу, захватив плацдармы для подготовки новой операции. Но чтобы начать ее, требовалось время. Да, Варшава была рядом. Мы вели тяжелые бои на подступах к Праге. Но каждый шаг давался с огромным трудом. Я с группой офицеров побывал в сражавшейся здесь 2-й танковой армии. С наблюдательного пункта, расположенного на высокой заводской трубе, мы видели Варшаву. Город был в облаках дыма. Тут и там горели дома, вспыхивали разрывы бомб и снарядов. По всему чувствовалось, что в городе идет бой. Однако никакой связи с повстанцами мы пока не имели. Наши органы разведки старались связаться с ними любыми способами, но ничего не получалось. Деятельное участие в выяснении событий в Варшаве приняли польские товарищи из Люблина. Спустя некоторое время стало известно, что восстание было организовано группой офицеров АК. И началось 1 августа по сигналу польского эмигрантского правительства из Лондона. Руководили восстанием генерал Бур Комаровский и его помощник генерал Монтер, командующий Варшавским военным округом. Главенствующую роль играла армия Краева. Часть ее были наиболее многочисленны, лучше вооружены и организованы. К восстанию примкнули все патриотически настроенные варшавские жители, все, кто горел ненавистью к немецко-фашистским оккупантам и желанием быстрее изгнать поработителей. Взявшись за оружие, варшавяне били врага и ни о чем другом не думали. Из всего, что мне удалось узнать от польских товарищей и из обширных материалов, которые поступали в штаб фронта, можно было сделать вывод. Руководители восстания старались не допустить каких-либо контактов восставших с Красной Армией. Но шло время и народ начинал понимать, что его обманывают. Обстановка в Варшаве становилась все более тяжелой. Начались растры среди восставших, и только тогда главари АК решились через Лондон обратиться к советскому командованию. Начальник генерального штаба А.И. Антонов, получив эту депешу, оформил связь между нами и повстанцами. Уже на второй день после этого, 18 сентября, английское радио передало, что генерал Бур сообщил о координации действий со штабом Рокоссовского, а также о том, что советские самолеты непрерывно сбрасывают в оставшем Варшаве оружие, боеприпасы, продовольствие. Оказывается, можно было быстро связаться с командованием 1-й Белорусского фронта. Было бы желание, а поспешил Бур установить с нами связь лишь после того, как потерпела неудачу попытка англичан снабжать повстанца с помощью авиации. Днем над Варшавой появилось 80 самолетов, летающие крепость в сопровождении истребителей «Мустанг». Они проходили группами на высоте до 4500 метров и сбрасывали груз. Конечно, при такой высоте он рассеивался и по назначению не попадал. Немецкие зенитки сбили два самолета. После этого случая англичане не повторяли своих попыток. «Описывая все это, я несколько забежал вперед. К событиям в Варшаве я еще вернусь, а сейчас обратимся к борьбе, которую вели наши войска. Нащупав у нас слабое место, промежуток между Прагой и Седлицем, Седлице, противник решил отсюда нанести удар во фланг и тыл войск, форсировавших вислу южнее польской столицы. Для этого он сосредоточил на восточном берегу в районе Праги несколько дивизий. Четвертую танковую, первую танковую Герман Геринг, девятнадцатую танковую и семьдесят третью пехотную. Второго августа немцы нанесли свой контрудар, но были встречены на подступах к Праге подходившими туда с юга частями нашей второй танковой армии. Завязался упорный встречный бой. Немецкие войска оказались в более выгодном положении, так как они опирались на сильный варшавский укрепленный район. Казалось бы, что в этой обстановке варшавские повстанцы могли бы постараться захватить мосты через вислу и овладеть Прагой, нанося удар противнику с тыла. Тем самым они помогли бы войскам второй танковой армии, и кто знает, как бы разыгрались тогда события. Но это не входило ни в расчеты лондонского польского правительства, три представителя которого находились в Варшаве, ни в расчеты генералов Бура и Монтера. Они сделали свое черное дело и ушли, а расплачивался за все спровоцированный ими народ. Вторая танковая армия, которой после ранения Богданова командовал начальник штаба Родзиевский, способный, энергичный генерал, продолжала отражать удары врага из района Праги взаимодействие 47-й армии, освободившей Седлец и оттеснявшей противника к северо-западу от него. На этом участке сложилось для нас весьма рискованное положение. Войска двух армий, развернувшись фронтом на север, вытянулись в нитку, введя в бой все свои резервы. Не осталось ничего и во фронтовом резерве. Был единственный выход – ускорить продвижение от Бреста 70-й армии и скорее вытянуть из лесов Беловежской пущи армии генералов Батова и Романенко. Наш правый сосед 2-й Белорусский фронт несколько подстал, а 65-я армия, не встречая особого сопротивления со стороны противника, быстро преодолела лесные массивы Беловежской пущи, вырвалась вперед и тут попала в неприятную историю, будучи атакованной с двух сторон частями двух немецких танковых дивизий. Они врезались в центр армии, разъединили ее войска на несколько групп, лишив командарма на некоторое время связи с большинством соединений. Был такой момент, когда перемешались наши части с немецкими, и трудно было разобрать, где свои, где противник. Бой принял очаговый характер. Невольно вспомнились мне бои конца 1914 года в районе Лодь, Бжезины. Тогда создалась подобная же ситуация. Окруженный русскими войсками немецкий корпус, выходя из кольца, окружил русские части. Все перемешалось. Мне самому довелось побывать в этом слоеном пироге. Я служил в то время в 5-м Каргопольском драгунском полку 5-й кавалерийской дивизии. Части подразделения 65-й армии проявили большую выдержку в столь сложной обстановке. Они быстро занимали круговую оборону, отражали вражеские атаки, стремились пробиться друг к другу. П. Ибатов и его штаб приняли необходимые меры. Командование фронта послало на выручку стрелковый корпус и танковую бригаду. Положение было восстановлено. А противник, понеся большие потери, с трудом унес ноги. Но Павлу Ивановичу пришлось пережить тяжелые минуты. В это же время продвинувшийся еще дальше на запад 4-й гвардейский кавалерийский корпус был прижат к реке Буг северо-западнее Бреста и окружен. Как раз в этом месте был укрепленный район. Им и воспользовался генерал Плиев. Все атаки корпус легко отражал. Боеприпасы доставляли ему ночью по воздуху самолеты по два. Так стали называться бывшие У-2. С приближением 70-й и 65-й армий кавкорпус перешел в преследование отходящего врага, причинив ему много неприятностей своими смелыми внезапными ударами. По характеру действий противника чувствовалось, что он, осознав проигрыш сражения за Бугский рубеж и на Варшавском направлении, будет стремиться оттянуть как можно больше своих сил на рубеж реки Нарев. Об этом говорили данные нашей разведки и показания пленных. На Наревском рубеже усиленными темпами шли оборонительные работы. Нужно было нарушить планы вражеского командования. Войскам 48-й, 65-й и 70-й армий было приказано стремительно выйти на Нарев. Рекомендовалось создавать сильные подвижные отряды и всех родов войск, которым следовало обходить опорные пункты, прорываться в тыл, отсекая отходящие немецкие войска, захватывать плацдармы на западном берегу Нарева и удерживать их до подхода главных сил. Наиболее удачно эту задачу решила 65-я армия. Донской танковый корпус МФ Панова взаимодействие со стрелковыми дивизиями 5 сентября форсировал Нарев в районе Пултуска и южнее. Начались жестокие схватки на западном берегу. Противник бросал в бой новые и новые части, стремясь опрокинуть в реку войска армии. Но командарм делал все, чтобы не только удержать, но и расширить плацдарм, так необходимый нам для предстоящего наступления. Выход 65-й армии на Нарев ускорил продвижение и 70-й армии, наступавшие в общем направлении на Соколуф, Радзимин, Модлин, севернее Варшавы. И 48-й армии, которая наконец тоже форсировала Нарев в районе Рожан и тоже захватила плацдарм. Первая половина сентября ознаменовалась крупными многодневными боями. Они не затихали и ночью. Противник решил во что бы то ни стало ликвидировать наши плацдармы на Висле и Нареве. В первую очередь, как всегда, враг двинул свою ударную силу танки. Применял он их массами на Висле против войск Чуйкова и на Нареве против войск Батова. Но ничто ему не помогло. Все вражеские атаки были отбиты. Потеряв сотни танков, самоходных орудий и десятки тысяч солдат, немецкое командование вынуждено было признать свое поражение и перейти к обороне. В этих боях наша славная 16-я воздушная армия все время господствовала в воздухе. Лишь одиночные немецкие самолеты могли наносить удары, как говорят, из-за угла. Прорыв Висла-Наревского рубежа открывал нам дорогу непосредственно в пределы Германии. Вот почему по мере накопления сил и средств немецкое командование обрушило удары по нашим плацдармам и упорно обороняло свои позиции на правом берегу Вислы восточнее Варшавы, переходя время от времени в наступление. На этом участке создалось нетерпимое для нас положение. На Варшавском предполье сосредоточилась сильная группировка в составе 5-й танковой дивизии СС «Викинг», 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», 19-й танковой и до двух пехотных дивизий. Мы не могли допустить, чтобы она продолжала угрожать нам. Когда подошла 70-я армия, было принято решение попытаться разгромить вражеские войска, удерживавшие предполье восточнее Варшавы, и овладеть предместьем Праги. Для этой операции были привлечены 47-я и 70-я армии, часть сил 1-й польской армии, 16-я воздушной армии, а из состава усиления все, что можно было взять с других участков фронта. 11 сентября войска начали бой. К 14 сентября они разгромили противника и овладели Прагой. Мужественно сражались пехотинцы, танкисты, артиллеристы, саперы, летчики наших частей, и рядом с ними славные воины 1-й польской армии. Большую помощь воинам в самом городе оказывали жители Праги. Многие из них сложили свои головы в этих боях. Вот когда было наиболее подходящее время для восстания в польской столице. Если бы удалось осуществить совместный удар войск фронта с востока, а повстанцев из самой Варшавы с захватом мостов, то можно было бы в этот момент рассчитывать на освобождение Варшавы и удержание ее. На большее, пожалуй, даже при самых благоприятных обстоятельствах войска фронта не были бы способны. Очистив от противника Прагу, наши армии вплотную подошли к восточному берегу Вислы. Все мосты, соединявшие предместье с Варшавой, оказались взорванными. В столице все еще шли бои. Продолжались бои севернее Праги на Модлинском направлении. Несколько затихло на Наревских плацдармах, но разгорелись сильнейшие схватки на западном берегу Вислы. Особенно тяжело пришлось войскам, удерживавшим Магнушевский плацдарм. Должен прямо сказать, что отстоять его нам удалось в значительной степени потому, что обороной руководил командующий 8-й гвардейской армией Василий Иванович Чуйков. Он находился все время там, в самом пекле. Правда, и командование фронта делало все, чтобы своевременно оказать помощь сражавшимся войскам, фронтовыми средствами и авиацией. Разыгравшаяся в Варшаве трагедия не давала покоя. Сознание невозможности предпринять крупную операцию для того, чтобы выручить восставших, было мучительным. В этот период со мной беседовал ПВЧ Сталин. Я доложил обстановку на фронте и обо всем, что связано с Варшавой. Сталин спросил, в состоянии ли войска фронта предпринять сейчас операцию по освобождению Варшавы? Получив от меня отрицательный ответ, он попросил оказать восставшим возможную помощь, облегчить их положение. Мои предложения, чем и как будем помогать, он утвердил. Я уже упоминал, что с 13 сентября началось снабжение повстанцев по воздуху оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Это делали наши ночные бомбардировщики по два. Они сбрасывали груз с малых высот в пункты, указанные повстанцами. С 13 сентября по 1 октября 44 года авиация фронта произвела в помощь восставшим 4821 самолета-вылет, в том числе с грузами для повстанческих войск 2535. Наши самолеты по заявкам повстанцев прикрывали их районы с воздуха, бомбили и штурмовали немецкие войска в городе. Зенитная артиллерия фронта начала прикрывать повстанческие войска от налетов вражеской авиации, а наземная артиллерия подавлять огнем неприятельские артиллерийские и минометные батареи, пытавшиеся обстреливать восставших. Для связи корректировки огня были сброшены на парашютах офицеры. Нам удалось добиться того, что немецкие самолеты перестали показываться над расположением повстанцев. Польские товарищи, которым удавалось пробраться к нам из Варшавы, с восторгом отзывались о действиях наших летчиков и артиллеристов. Различные повстанческие организации охотно и с радостью принимали офицеров связи и корректировщиков. Все поляки-патриоты, однако, предупреждали их, что аковцы никаких дел с нами иметь не хотят. Руководство АК ведет себя подозрительно разжигать враждебную агитацию против Советского Союза. Польское правительство организовано в Люблине против первой польской армии. Настораживало, что Бур так и не попытался связаться напрямую со штабом фронта, хотя генеральный штаб сообщил ему код. Было ясно, что эти политиканы пойдут на все, только не на содействие нам. И вскоре это подтвердилось. Расширяя помощь восставшим, мы решили высадить сильный десант на противоположный берег, Варшаву, используя наплавные средства. Организацию операции взял на себя штаб первой польской армии. Время и место высадки план артиллерийского и авиационного обеспечения взаимное действие с повстанцами все было заблаговременно согласовано с руководством восстания. 16 сентября десантные подразделения польской армии двинулись через Вислу. Они высаживались на участках берега, которые были в руках повстанческих отрядов. На том и строились все расчеты. И вдруг оказалось, что на этих участках гитлеровцы. Операция протекала тяжело. Первому броску десанта с трудом удалось зацепиться за берег. Пришлось вводить в бой все новые силы. Потери росли. А руководители повстанцев не только не оказали никакой помощи десанту, но даже не попытались связаться с ним. В таких условиях удержаться на западном берегу Вислы было невозможно. Я решил операцию прекратить. Помогли десантникам вернуться на наш берег. К 23 сентября эти подразделения трех пехотных полков 1-й польской армии присоединились к своим частям. Решаясь на героический десант, польские воины сознательно шли на самопожертвование, стремясь выручить попавших в беду соотечественников. Но их предали те, для кого интересы власти имущих были дороже интересов Родины. Вскоре мы узнали, что по распоряжению Бура, Комаровского и Монтера части отряды АК к началу высадки десанта были отозваны с прибрежных окраин вглубь города. Их место заняли немецко-фашистские войска. При этом пострадали находившиеся здесь подразделения армии Людовой. АК в цене предупредили их о том, что покидают прибрежную полосу. С этого момента руководство АК начало подготовку к капитуляции, о чем в архивах сохранился довольно богатый материал. Наши предложения о помощи желающим эвакуироваться из Варшавы на восточный берег Вислы не были приняты во внимание. Уже после капитуляции удалось перебраться на восточный берег всего нескольким десяткам повстанцев. Так трагически закончилось Варшавское восстание. Субтитры создавал DimaTorzok